Последние новости с Украины. Виктор Янукович объявлен в розыск по подозрению в вымышленном убийстве 50 человек. Это заявление исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого. Также объявлен в розыск бывший генпрокурор Виктор Пшенко. В обстановке политического хаоса, экономического кризиса и при пустой казне на Украине стартовала кампания по досрочным выборам президента. Имена некоторых участников гонки уже известны. Сегодня же, чтобы подтвердить серьезность намерений и курс на национализм, со шпиля парламента срезали звезду. О том, кто и как будет платить по счетам, если сможет, конечно, репортаж Олега Шишкина. В иные времена в Киеве это посчитали бы актом вандализма. Звезду на шпиль Верховной Рады националисты предлагали демонтировать не раз, но не находили поддержки. Сегодня лидер партии «Свобода» Олег Тегнебок в начале заседания Рады просто поставил коллег перед свершившимся фактом. Звезды, которая находилась на здании более 60 лет, больше не существует. Ожидалось, что Рада займется формированием правительства, но депутаты так и не смогли договориться, как делить портфели. Вопрос отложили на два дня, до следующего заседания. Сегодня большинством голосов избранники предоставили Александру Турчинову, председателю Рады, исполняющему обязанности президента, право подписывать законы. Где находится Виктор Янукович, которого новой власти объявили в розыск, по-прежнему неизвестно. Между тем, в рядах оппозиции уже спадает эйфория от победы и приходит понимание того, что страна скатывается в экономическую пропасть. Государственная казна пуста. Государственная казна пуста. Не проплачиваются расходы на протяжении нескольких недель. Местным бюджетом задолжали более 20 миллиардов гривен. Платить иностранным кредиторам нечем. 20 миллиардов гривен, о которых говорит Арсений Яценюк, это более 2 миллиардов долларов. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, которая накануне прилетела в Киев, заявила, что Европейский Союз ждет от Украины плана решения экономических проблем. Только тогда может быть оказана помощь. Агентство Standard & Poor's предупреждает о возможном дефолте Украины. Эксперты предупреждают, что разрыв отношений с Россией обернется для Украины катастрофой. Украина исторически интегрирована в экономику России, а не в экономику ЕС. Если она уйдет в Европу, это приведет к необратимым последствиям для Украины. В первую очередь от потери экономических связей с Россией. Украина также пострадает от программы жесткой экономии МВФ. Это повлечет за собой сокращение финансирования госсектора, сокращение пенсии, налоги будут повышены. Стране придется плодить по кредитам, которые ей предоставят западные банки. Украину ждет экономический крах, как это случилось с Грецией, Венгрией, Латвией. В казне нет денег даже на проведение президентских выборов, которые назначены на 25 мая. Накануне Центризбирком официально объявил о начале избирательной кампании. Пока только Виталий Кличко заявил о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Я буду баллотироваться на должность президента Украины, потому что твердо уверен, что в Украине нужно менять полностью принципы. Правила это должна быть справедливость. Я знаю твердо, что это возможно сделать. По тем же самым принципам страна может работать и должна работать, по которому работают современные европейские государства. Другие лидеры победившей оппозиции пока молчат. Лидер правого сектора, одной из самых радикальных группировок, действующих сейчас на Украине, Дмитрий Ярош, уже сказал, что в президенты не собирается. Вопреки ожиданиям своих соратников, Юлия Тимошенко через своего адвоката объявила, что не будет участвовать в выборах. Она собирается на лечение в Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Впрочем, появилась фотография, на которой Тимошенко уже без инвалидной коляски. Среди политологов бытует мнение, что Тимошенко, как опытный политик, взяла паузу, просто ждет подходящего момента. Увидев, что ее не особо хотят слушать, она сумела переориентироваться и немного отойти в тень, взять политический тайм-аут. За период этой паузы на Украине начнется грязня между пришедшими к власти политиками за места в правительстве. А потом она сможет поставить вопрос о том, что лучшего кандидата на пост премьер-министра кроме нее быть не может. О своем участии в избирательной кампании заявил губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Идет тотальный наезд на права русскоязычного населения. Принимаются законы, которые ставят под угрозу всех, кто не воспринимает фашизм и нацизм. Исходя из того, что сегодня звучат призывы без суда и следствия расправляться со многими людьми, кто имеет отличную от пришедших к власти точку зрения, я принял для себя решение баллотироваться на пост президента в ближайшей избирательной кампании. По некоторой информации, отряды правого сектора уже получили приказ любыми способами препятствовать деятельности Компартии Украины. В Киеве разгромлен центральный офис коммунистов, а накануне бойцы так называемой самобороны Майдана подожгли дом сына Петра Стимоненко, лидера Украинской Компартии. Оказывают давление и на партию регионов. Сегодня ночью, к примеру, у одного из наших коллег-депутатов, у дочери, которая живет в Киеве, с семьей, взорвали дверь, вошли туда понятные, непонятные, какие личности, разгромили все, что можно было разгромить в квартире. Под одним предлогом мы хотели посмотреть, как живут дети депутатов. Эксперты уверены, если новой власти не удастся остановить волну насилия, в стране наступит хаос. В настоящее время на Украине наблюдается безвласть и анархия. И не только в Киеве, но и на периферии, в других районах. Конечно, если бы был какой-либо лидер, который мог бы своим авторитетом заставить прекратить эту анархию, было бы прекрасно. Но пока такой лидер, к сожалению, не просматривается. Среди лидеров оппозиции нет лидера, который способен повести за собой всю страну. Среди лидеров оппозиции предостаточно крайних, радикальных и даже таких искусных в политическом манипулировании людей, которые часть страны готовы возглавить, а вторую часть хотят подчинить. Вот такого рода лидеры там есть. А те, которые хотели бы на самом деле примирить Украину, таких лидеров там нет. Тем временем представители правого сектора заявляют, что разоружаться не собираются. Нам нас на сегодняшний момент не имеет никакого значения, то ли воевать с прошлой властью, то ли с этой. Мы не уйдем отсюда, пока не будут выполнены наши основные условия. Децентрализация власти. У вас на руках есть оружие? У нас на руках есть оружие. Огнестрельное? Огнестрельное. Ультраправые уже не раз заявляли, что компромиссы не для них. Эксперты полагают, что они готовы дальше разжигать костер революции. Люди, пришедшие к власти на Украине, это жестокие люди, которые по своей сути и действиям являются бандитами. Украину надо переименовать в Косово. Если ранее ЕС привела бандитский режим к власти там, то теперь то же самое происходит на Украине. И все это, безусловно, не имеет ничего общего с легитимной властью. Ситуацию в стране можно описать одним словом – катастрофа. Центр Киева по-прежнему перекрыт баррикадами. В этом ресторане разместился штаб, как они сами себя называют, «Седьмой сотни Майдана». Разойдемся мы только тогда, когда полностью будут разогнаны МВД и Верховная Рада. Все эти лица уже надоели, как в том фильме, меняют Куденовку на Папаху. Новые палатки на Крещатике уже не ставят, но и старые убирать не спешат. Причем большинство лозунгов, которые звучали на Майдане, уже претворены в жизни. Ну, например, Юлия Волю. Ведь Тимошенко уже несколько дней, как на свободе, старые лозунги изжили себя. А какие займут их место, пока непонятно. Большинство административных зданий в Киеве под контролем патрулей, вооруженных битами. Милиции в центре города по-прежнему не видно. Вместо КАИ на перекрестках стоят самодеятельные регулировщики с Майдана. Очень похоже, что они управляют движением не по правилам, а как придется. Олег Шишкин, Максим Семин, Кирилл Бранин, Антон Степаненко, Дмитрий Бедрев и Дмитрий Киеновский. Первый канал. Киев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...